МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, що Роман знаходиться в СІЗО Ліфортова, стало известно спустя двоє суток. Ми до кінця не знаємо навіть обставин, за яких його затримали, чому, де, як. Тому що попри всі норми міжнародного права, до Романа протягом цього тижня не було допущено українського консула, українських дипломатів, а українська сторона взагалі дізналася про це затримання. Випадково все ще раз говорить, що Росія знаходиться, знаєте, просто на шляху внехтування всіх можливих моральних норм і міжнародних принципів. Спустя неделю, в п'ятнісу, його офіціально обвинили в шпіонаже, назвав полковником Главного управління розвідки Миноборони України. Роман, дійсно, когда-то був воєнним, але з армії Сущенка уволили 15 років тому в званні майора. Як же Кремль за три дні його і на службі встановив, і в управління розвідки устроив, і ще і звання полковника дал. Ця людина не має жодного відношення до не лише Министерства оборони України і головного управління розвідки Министерства оборони України загалом, а й взагалі до розвідувальних органів України зокрема. Тільки 4 октября к Роману допустили адвоката. Защищає його права Марк Фейгин, бувший адвокат Надежды Савченко. Говорить, що журналист полностью отрицає свою вину. Него ніхто не бив, ніхто не прикасався пальцем. Да, його, як і всіх, разводили. Признайся, давай особий порядок, і начать тебе сидеть. То, що я увидел, це чистейший, незамутнённий абсурд. За таке, я вижу, вообще нельзя, так сказать, привлекати куловодництв, тем более, значит, журналиста. І в моєму представлінні це все виглядє як якась спецоперація. Сама ж деятельність Романа противоречить таким обвинениям. А він весь час проходить якраз роботу за самою інформацією. І в Україні формі якась та структура, яка діє легально, відкрито, і не використовується спецслужбами України для проведення спеціальних операцій. Для чого тратити гроші розвідки, а все, надзвичайно, визвали які гроші, тримати розвідника за кордоном. В Акентстві, де працює журналіст, заявляють, що всі обвинения в шпіонаже в адрес Романа Сущенка можна розцінювати лише як ещё один герзкий і беззаконний акт со сторони РФ в отношении к українським гражданам. Це абсолютно неправда. Це не синітниця. Роман просто журналіст. У Романа йому не пощастило. В нього родичі, близькі родичі, які для нього дорогі були в Москві. Чому він туди поїхав? Вони не говорять, вони не коментують. Можливо, вони його покликали. Колеги журналістів всячески пытаються підтримувати Романа. Вони організували акцію протесту возле посольства Росії в Україні, відкрали банковський счёт для допомоги, собрали вещи, їду і передали, хоча і з большим трудом, посилку в СІЗО. Всю ту демонічність, яка зараз прописується російською стороною, за 14 років, поки ми знайомі, я не спостерігала жодним чином. Перша реакція – це був шок, неспівпадіння шаблони, як то кажуть. Як можна з такого була образа взяти і швидко за один день людина скрутити і зробити інший образ, і ще його розвивати. Хочеться, щоб все це залишалось десь в віртуальній реальності, хочеться, щоб все ж таки Роман до нас повернувся. По одной з версій ФСБ Сущенко мог роботати Штирлицем і шпіонив в пользу Нормандської четвірки. Тема Нормандської четвірки взагалі виводить цю ситуацію на якийсь новий віртуальний міжнародний рівень, тому що і звинувачення в шпигунстві, голослівник, шпигун збирав інформацію про війська Росії, перебуваючи у Франції. Ну, логіки в цій заяві не було. Зачем Росія діляє без війни віноватих? Очевидно, що це є елементи гібридної війни, коли б нахапає українців і вигадує оці надумані такі справи. А по-друге, так Росія тргується зі світом зазняття санкцій. Це ще раз говорить про те, як сьогодні небезпечно стає для будь-якого українця відвідання Російської Федерації, тому що тебе можуть схопити за український паспорт, нав'язати тобі просто якогось нісанітниці, сказати, що ти шпигун на користь України і кинути до в'язниці. Але Сущенко далеко не перший журналист, який потрапив в лапи російських спецслужб. Ми зустрілися з корреспондентом ТСН, який два роки назад освіщав в Москві события, зв'язані з задержанням Надєжди Савченко. Тишино, будь ласка! Її ціли тиждень тримали в готелі міста Вороні, з якого забороняли виходити. І теж чуть не став кремлівським сидельцем, обвиненим в шпіонажі. Він розповідає, що на протягом п'яти днів робота за ними ввела слежка, контролювали кожен шаг. Весь цей час ми пересувалися на автомобілі разом з консулом нашим Геннадієм Брискаленко, а в нього не доді торкана машина, тобто нас ніхто не чіпав. Ми бачили, як за нами постійно ведеться якесь стеження. Тобто людина абсолютно не соромилася ходити за нами всюди, щойно ми сідали в машину, людина залишалася на вулиці, і вже в роботу вступали машини. Машини час від часу мінялися, потім ми побачили деякі зміни в роботі мобільних телефонів, тобто ми зрозуміли, що ми на гачку. І як тільки журналисти лишились консульського прикрытия, їх задержали. К счастью, Евгений успел передати відсняті матеріали колеге, котре чудом удалось избіжати ареста. Я розумію, що за мною прийшли вже. В цей час я намагаюся зайти до Валентини в їдальню і сказати, що звані консулу. А в цей час я їй віддав ноутбук з усім відео, з усіми текстами. Тому що це відео, яке заборонено було знімати, ми його знімали з машини консула, яка була недоторкана. Тобто фактично за це мені могли пришити 20 років як шпионаж. Евгения задержали за незаконну журналістську дітельність, роботу без акредитації в Росії. Территорія абсолютно легальна, ніяких проблем з документами не було. Єдине, що я не пам'ятаю такого в світі, щоб десь вимагали акредитацію для роботи на території країни. Це абсолютно порушення якоїсь свободи слова. Спецслужби запугивали його, пытались завірбувати і заставити роботати на благо Росії. Перебуваючи в ізоляторі, там спочатку до мене не пускали консула. Час від часу приїжджали якісь російські журналісти з намаганням взяти інтерв'ю. В тому ж ізоляторі від одного з керівників ФМС лунала пропозиція, а можливо ти залишишся, ми тобі дамо керівну посаду шеф-редактора місцевої газети, тому що якщо ти повернешся, тебе одразу з потяга заберуть у Нацгвардію. Тобто були такі натяки. Но чудом спустя дві неділи, видержав суди і допроси, получив в подарок п'ять лет запрета на в'їзд в Росію, журналісту все-таки удалось вернутися на родну землю. Вони хотіли мене депортувати через ЛНР, так званий. Тобто, ну, виходить з одного полону в інший. Тобто, ви розумієте, що значить журналіст нашого телеканалу там на території так званих республік. І доводилось клопотати, кусати заяву, звертатися там вищим керівництвом, щоб мене депортували через Харків. Звучайність чи закономірність? Задержання журналистів – кожне обвинення. За кремлівською рішоткою на сьогоднішній день сидять 10 українських граждан. Всі обвинені в спіонажі. Всі існують навіть певні там перелік осіб, які можуть затримуватися. І в цьому списку фігурує дуже багато відомих українських журналістів, політиків, акторів, відомих людей. І періодично, періодично даються просто вказівки вихватити того чи іншого для того, щоб продовжувати цей шантаж. Будуть затримувати, бо це спосіб шантажу і України, і світової громадськості. І в відповідь на очередне задержання журналиста українські політики вирішили дійсвати радикально. У зв'язку із захопленням у полон українського журналіста Романа Сущенко закликає Верховну Раду скасувати безвізовий режим з Росією. Така неожиданная новость сразу розворошила парламентський улей. Ви проти візового режиму чи за? Це безумовно за. Тільки візи, звичайно. А ми продали. Але сможет ли така жестокая іниціатива спікера стати защитою від російських шпіонів і диверсантів? І хто більше пострадає від такого внезапного решення? ПОКАП ПАРЛАМЕНТЕ ГОТОВЫ К РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТИЯМ Експерты настроены не так позитивно. Этот факт буде подаваться как попытка Украины ескалировать ситуацию, а не найти мирного решения. Ми потеряємо поддержку, прежде всего, Європи. Проиграємо Європу, ставимося наедине з Росією. Настаємося наедине з Росією. Нас просто розмалують. Економісты тож бьют тревогу. Машиностроення України фактически все время специализировалась, особенно в ее экспортной части, специализировалась на том, что продавала свою продукцию на территорию Российской Федерации. В денежном эквиваленте речь шла от 7 до 8 млрд долларов даже с 2010 по 2013 год. Это огромные суммы. В нынешнем измерении ВВП речь идет о 7%, например, ВВП. Но есть еще одна причина, из-за которой введение виз для России может стать огромным ударом для украинской, и так еле державшейся на плаву экономики. Поэтому это может повлиять очень серьезно, например, на курсовые параметры гривны. По официальным данным, через банковскую систему так называемые зарабетчане привозят в Украину из России 1,2 млрд долларов живой валютой. И это еще не учитывая то, сколько они привозят в кошельках, сумках и подкладках. Это соизмеримо, например, с теми деньгами, которые мы последний раз получили от Международного валютного фонда. Это был 1 млрд долларов. Это деньги фактически в два раза больше, чем деньги, на которые мы претендуем, например, от европейского сыра. И если Россия поступит зеркально и тоже потребует визы от украинцев, то нам может быть. 20% валютных поступлений украинских, в принципе, обеспечивают вот эти зарабетчане украинские. И, конечно, если не будет этих поступлений, это станет еще одним таким тяжелым фактором, который будет влиять на дебривацию национальной валюты. Просто доллар станет в меньшем стране. Но Юрий уверен, что его это не коснется. Я проехал в Москву працювать еще в лютому 2014-го року. Это украинец Юрий Шевченко. Он уже два с половиной года работает в России. Переехать туда ему пришлось отчасти не по своей воле. Мене замусило безработицу в моем родном городе Олищанске, которое я очень люблю. Николи бы всегда не поехал. Добра работа, прекрасная карьера. Меня все облаштовало. Потом партия регионов, где ее не сдали керевництво, привело до того, что, я считаю, что в этом случае был закрытый наиболее склозавод Украины, Олищанский склозавод пролетарий. У нас это замусило многих жителей Олищанске, замусило поехать и ждать работу. Сейчас Юрий работает в одном из ЖЭКов Москвы. Обязательная работа в сфере ЖЭКХ. Организация процесса всего, дляемонтирования подъездов, организация процесса прибирания улиц. Юрий не боится, что у него возникнут проблемы с получением визы, потому что работает официально. Россия озвучивает, сколько украинцев в России, где-то 4 миллиона. Я такую цифру хочу. А сколько из них легально працюют? Это очень интересная цифра. Таких украинцев обмаль, их обмаль, просто обмаль. Но таких легальных работников в России ограниченное количество. Остальным же, например, строителям, которые приехали на халтурку, нянечкам и других, кто приезжает в Россию лишь подработать и вернуться обратно в Украину, кто пишет в графе цель перебывания туризм, могут остаться без виз. С точки зрения экономической, в случае введения зеркальных ответных мер со стороны России, это будет негативно влиять на общую социально-экономическую ситуацию в Украине. До 20% валютных поступлений украинских, в принципе, обеспечивают вот эти зарабетчане украинские. Но даже если это предложение станет законом, желающим подработать за границей будет где развернуться. Власти Чехии несколько недель назад заявили, что торговая палата Чешской Республики предусматривает трудоустройство до 5000 работников из Украины, а в Польше уже готовы принять около 2 миллионов украинцев. Сможет ли введение виз защитить Украину? Тоже остается под вопросом. Визовый режим с Россией абсолютно не может остановить диверсантов или террористов. Потому что у нас огромная граница с Белоруссией, пустая, фактически, неконтролируемая. По большому счету Белоруссия – союзное государство России, самая глубокая форма интеграции в постсоветском пространстве. У нас прозрачные и так границы, и все остальные с Россией. У нас коррумпированная государственная система, которая позволит легализировать за 15 минут и разумную сумму денег любого террориста-диверсанта. И, конечно, профессионала это ни в коем случае не остановит. Сейчас в парламенте этот вопрос завис в воздухе. Депутаты, позабывая всех насущных проблемах, спорят о визах с РФ. Министерство иностранных дел было не готово к такому заявлению спикера Порубия. Дипломаты призвали депутатов сто раз подумать перед тем, как один раз проголосовать. Я в руках держу вывод комитета по вопросам иностранных дел, в котором говорится, что Министерство иностранных дел не поддерживает предлагаемый проект постановления об отмене безвизового режима с Россией. Сам президент прямого ответа за или против введения визового режима избегает. Я думаю, что это просто пока что такая себе радикальная риторика, цель которой возможно отвлекать внимание от других проблем, от социально-экономических проблем в обществе, от проблем борьбы с коррупцией, отсутствия реальных, эффективных, позитивных реформ. Вопрос введения визового режима с Россией может так и остаться жестокой, не согласованной ни с кем инициативой спикера и навсегда зависнуть в воздухе. Но даже если она и станет законом, смогут ли какие-то визы остановить уже построенную и налаженную модель задержания украинцев? В этом году с трудом Украине удалось вернуть на родину трех узников Юрия Солошенко, Надежда Савченко и Геннадия Фанасьева. Но судьба других заключенных неизвестна. Когда их извинили в травм, в червь, когда в Европейском Союзе и в США тривали дебаты и обговорения вопроса про лонгацию санкций, ну або их там, возможно, помягчение. И, собственно, Российская Федерация не приховывала, что именно сейчас она выпустила вязнь, враховывая, что так ей удастся помягчить санкции. Не вышло. Что происходит? Что происходит? Заблоковано знову процесу звольнения заручников, что их опять новых. Другая версия. Это нужно России для создания истерии и организации таких сталинских судей в стиле 1930-х, как это произошло за часы генпрокурора Вишинского, чтобы показывать, значит, злочинный характер. И третья версия. Это затримание было потребно Путину в якости, скажем так, тиску. Это внутренняя аудитория. Потому что этих людей катуют, не допускают до них никаких адвокатов, не допускают украинских дипломатов. И, собственно, это продолжение этой истории нагнетания. Россия уже построила модель для задержания украинцев. Отлавливает, придумывает, кем будет, офицерам спецслужб, шпионам или диверсантам, выбивает признание и строит обвинения. Поэтому в данный момент мы уже видим эту модель, что она, как кальковая модель. И, соответственно, для того, чтобы звиновать, ну, конкретно, так сказать, людину, который затримывается, нужно, соответственно, его надеть статус, належащий спецслужбам. И с чем он выполняет конкретные задачи. Но как раз в шпионаж на территории других государств как никто любит играться кремлевский вождь. В Украине СБУ также регулярно ловят шпионов. Только не журналистов, а зачастую настоящих, завербованных украинских силовиков. Вот недавняя история, связанная с задержанием Станислава Краснова и доказательства его вины. Была и взрывчатка, и другие факты, которые подтверждали, что он агент Кремля. Тем не менее суд его освободил. И на засобе массовой информации написали, что он таким, значит, он таким и остается в Украине. Ситуация инша. Вот, и звезды этого заарештовали, судья приняла решение выпустить. И теперь мы разводим руку, что один из тех, кто расстрелил в Майдан, сник. Одного отпустили, но другого поймали с поличным. 8 октября, ровно во время передачи каких-то секретных материалов, задержали шпиона. Им оказался украинский гражданин, проживавший в России. Его заданием было собирать информацию об украинской армии. Військовый Украинский Збройный Сил свечил заранее, он пришел до службы безопасности в Украине за то, что пытаются вырабатывать представителей российских спецслужб. Кончет назвал прозвище, назвал, что хотели бы отрабатывать российские спецслужбы и за какие деньги. И другая ситуация. Ну, и ему запрогнували ряд стимулов. Не сколько финансовых, а сколько статус, например, в Российской Федерации. Это посаду, это житло ему и семьи. То есть, фактически куповали. Вот такой подход использоваться в спецслужбе. Возможно, новозадержанный русский шпион – это спасение для Романа Сущенко. Так как вполне может быть, что через некоторое время Сущенко вдоволь пошантажировал и Украину, и мировое сообщество обменяют на какого-то украинского пленника. Как это было с ГРУшниками и Савченко. Будут намагаться еще выкрасить эту ситуацию. Вот каким чином? Доказывать, что он является простаковым спецслужбом. Отповідно, держать его. Вести, соответственно, дебаты про возможный обмен, но при том, когда будет достойный как раз шпигун. По данным Министерства иностранных дел Украины, в России находится более 10 украинских политзаключенных. Хотя, по мнению российских правозащитников, на территории их страны может перебывать в неволе от нескольких десятков до тысячи украинских граждан. Как военных, так и гражданских лиц. После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе ФСБшники в погоне за звездочками задержали много украинских, как они говорят, шпионов и террористов. Утримают и будут использовывать это теперь как аргумент. Уже цей аргумент использовался в час 20-ки G20 в Шанхае, в Китае, где рассказывали про то, что украинцы, бачите, чем занимаются. Это уже звучало в Минске на трехсторонней контактной группе. Это использовалось визиту Министра закордонных дел Штанмайера и РО Министра закордонных дел Франции до Москвы. И так далее. Воно живое. А теперь до этого перелеку будет дополнено и Сущенко. Сейчас же украинская власть призывает весь мир помочь вытянуть Романа Сущенко из кремльовских кандалов. На жаль, он находится в этой стране, где нет права. И, на жаль, мы можем говорить, что ситуация непроста и сложная. И что тут мы должны делать? К сожалению, как показывает практика, быстро своих узников Кремль не отпускает. История с придуманными крымскими диверсантами, якобы задержанными в Крыму, не получила нужной Кремлю огласки. В это безумство никто не поверил. Но ФСБшники придумали новую байку-байку про журналиста-шпиона. На пол, все!